В этом году заседание постоянной комиссии собрания депутатов Ненецкого автономного округа по экономической политике и бюджету началось с обсуждения экономической составляющей содержания зимника в 2021 году в связи с его поздним открытием. Потому что в своевременный полный объем были выделены деньги, это где-то 77 миллионов на этот год. И возникает много вопросов у наших жителей. Отсутствие достаточного снежного покрова в тундре помешало подрядчику предприятию из республики Коми открыть зимнюю дорогу, связывающую округ с большой землей в установленные сроки. Соответственно, средства, предусмотренные в контракте на содержание зимника, по мнению депутатов, должны быть уменьшены. На содержание зимника в окружном бюджете предусмотрено 63 миллиона рублей. На обустройство сумма гораздо меньше, порядка 14 миллионов. Как пояснил на комиссии представитель профильного департамента, все работы по обустройству и содержанию зимней дороги принимаются на основании соответствующих актов. И действительно, затраты на содержание зимника в 2021 году снизятся. Также на комиссии депутаты рассмотрели вопрос о приведении окружного закона о развитии малого и среднего предпринимательства в соответствии с федеральным. В федеральном законе были внесены уже после принятия нашего закона практически 24 изменения. И также мы приводим в соответствие вот этот закон, очень нужный, необходимый для наших предпринимателей. Утверждая план законотворческой деятельности на текущий год, депутаты подвели итоги работы за 2020 год. Хочу отметить, что на самом деле в прошлом году, считаю, что комиссия работала достаточно плодотворно. Из 82 вопросов, которые были приняты из законопроекта, были рассмотрены 30 на комиссии по бюджету и экономической политике. Было проведено 21 заседание и основное это, конечно, рассмотрение вопросов по бюджету. В прошлом году парламент внес изменения в законно-бюджетном процессе и бюджет на 2021 год. И последующие периоды будет рассматриваться по новой системе. Мы несколько изменили подход и рассмотрение бюджета непосредственно. Депутаты уже с нулевого чтения вместе с департаментами рассматривали на площадке администрации. Затем, значит, все профильные комиссии рассматривали у себя. Были вынесены рекомендации, которые рассмотрены на депутатских слушаниях. Часть рекомендаций оставлены для работы в комиссиях. И часть было принято непосредственно уже предложение, рекомендации, которые оставлены были на депутатских слушаниях, были приняты уже в бюджете. Одним из главных вопросов, которые остаются на контроле депутатов, реализация постановления Совета Федерации о государственной поддержке социально-экономического развития Ненецкого автономного округа, принятого по итогам проведения Дня Ненецкого автономного округа в Совете Федерации в январе 2020 года. Ольга Руслова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.